Восточно-Китайском море Восточно-Китайском море Восточно-Китайском море На переходе морем Военнослужащие обеих стран Отработали совместное тактическое маневрирование И провели тренировку по связи Процессы сближения и установления связи Между кораблями Китая и России Прошли гладко Переход морем в назначенный район корабли Выполнили строем По всему маршруту их сопровождали вертолеты Активная фаза российско-китайских учений Пройдет в три этапа И завершится 27 декабря Стороны проведут ракетные И артиллерийские стрельбы по воздушным целям Стрельбы артиллерии по морским целям А также отработают совместные Противолодочные действия С практическим применением оружия Ежегодные учения призваны показать решимость Пекина и Москвы Сообща реагировать на угрозы безопасности в море И будут способствовать дальнейшему углублению Российско-китайского Всеобъемлющего стратегического партнерства Медицинские учреждения Пекина Расширяют возможности оказания помощи населению В связи с внезапным всплеском заболеваемости Ковид-19 за последние две недели Местные больницы перегружены Из-за большого наплыва пациентов Но руководство делает все возможное Чтобы обеспечить лечением всех нуждающихся Так в больнице Чао Ян Переоборудовали большую часть палат Для лечения тяжелых больных А в отделении неотложной помощи Увеличили количество коек с 16 до 70 Обычно к нам поступает около 100 пациентов в день Сейчас их больше, 400 В основном это пациенты пожилого возраста Помимо высокой температуры И проблем дыхательной системы У них усиливаются хронические заболевания И они находятся в тяжелом состоянии Наши врачи прилагают все усилия Чтобы им помочь Также в Пекине быстрыми темпами Увеличивают количество медицинских организаций Для приема больных с высокой температурой В начале декабря их было 94 Сейчас около 1300 Временные клиники открывают в торговых центрах И на стадионах Сейчас таких приемных пунктов уже 49 В 8 округах столицы Они рассчитаны на 4200 посещений в день Теперь все медицинские учреждения Шанхая Больше не требуют от посетителей Предъявлять отрицательный ПЦР-тест Для посещения врачей Сегодня пациент может обратиться К необходимому специалисту В любое время Если у него нет высокой температуры У меня закончилось лекарство от диабета Раньше, чтобы обратиться к врачу за рецептом Мне нужно было бы сдать ПЦР-тест Без него же это стало намного проще Власти города заявляют Что данное правило распространяется Только на амбулаторное лечение Госпитализированным пациентам По-прежнему необходимо проходить тестирование На нуклеиновые кислоты COVID-19 Сейчас тест на антиген Относительно быстро показывают отрицательный результат Как правило, болезнь длится от 3 до 5 дней При этом возможность передачи инфекции очень мала Полностью блокировать распространение коронавируса Помогает медицинская маска Чтобы обеспечить больницы Достаточным количеством работников Для борьбы с недавней волной заражения коронавирусом Медперсоналу рекомендовали Как можно скорее вернуться к обязанностям После выздоровления Всемирная туристская организация Это включила деревню Даджай в Гуансиджуанском автономном районе И деревню Цзиньчжу в муниципалитете Чунцин В список 32 лучших туристических деревень 2022 года Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Китая Список лучших деревень для путешествий Во Всемирной туристской организации Начали публиковать в 2021 В этом году на попадание в список Претендовали 136 деревень из 57 стран мира В итоге в шорт-листе оказались только 32 из них Китай оказался на первом месте В Азиатско-Тихоокеанском регионе По количеству выбранных поселений К настоящему времени Четыре китайские деревни Являются лучшими деревнями в мире Включая Юйчунь в провинции Джидзян И Сиди в провинции Аньхой Которые выбрали в прошлом году МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова